4 года назад никто, наверное, и не предполагал, что выход PC эксклюзивной пошаговой тактики станет таким же важным событием в индустрии, как релиз какой-нибудь Assassin's Creed. Однако XCOM Enemy Unknown, посетившая даже консоли, доказала, что этому жанру покорны и простые смертные. А теперь вот те, кто вчера выбирал сарказм в Fallout 4 и гонял Бэтмобиль по Готэму, вовсю обсуждают XCOM 2. Не станем оригинальничать и тоже скажем свое веское слово. О том, достойна ли игра называться сиквелом, почему мы опять воюем с пришельцами и позволил ли переезд исключительно на персоналке раскрыть весь потенциал платформы. Если вы вдруг еще не догадались, в эфире StopGame.ru, видеообзор XCOM 2. Разработчики из Firaxis Games пренебрегли подвигом спасителей Земли из Enemy Unknown. У нас снова все очень плохо. Инопланетные захватчики победили, отовсюду льется пропаганда, люди пропадают без вести. В общем, полный тоталитаризм. После здорово поставленного обучения мы обнаруживаем себя на борту Мстителя. Корабля, который станет новой базой для пока еще небольшой, но перспективной организации XCOM. Тут все знакомо. Даром, что бункер сменила летающая махина. Ученые из исследовательского отдела помогают наверстать упущенное в неравной гонке вооружений. На основе научных открытий инженеры конструируют пушки, броню и гаджеты. Расчищая завалы в недрах Мстителя, мы строим новые отсеки. Партизанскую школу, в которой покупаем улучшения для нашего отряда и тренируем новобранцев. Зону испытаний, где разрабатываем технологии и так далее. Я бы сказал, что дьявол в деталях, но в данном случае изменения скорее косметические. Да, теперь пользователь должен лично назначать инженеров на строительство объектов или в ту же зону испытаний. И это делает управление Мстителем более занимательным. Поначалу работников не хватает, так что выбирайте, либо возводим ПСИ-лабораторию, либо быстрее тестируем экзокостюм. Но все-таки это старая добрая Enemy Unknown. Если давно ее не запускали, подметить отличия будет нелегко. Многие надеялись, что на глобальной карте подпольная борьба будет существенно отличаться от полномасштабного противостояния из прошлой игры. Здесь все и вправду несколько глубже, чем в оригинале, хотя ветераны опять же почувствуют себя как дома. Нынче мы не безидейно проматываем время, сканируя землю, а выбираем на что именно потратить драгоценные дни. На базе можно нанять новых сотрудников и купить бонус, например, ускоренное лечение солдат, но периодически на карте вспыхивают и другие точки, доступные для исследования. Даже для того, чтобы получить ежемесячные поставки ресурсов, сперва нужно отправиться на место и подождать, когда их соберут. Мы то и дело решаем, что важнее – подлатать своих подопечных перед опасной операцией или понадеяться на легкую победу и полететь за какими-нибудь инопланетными сплавами. Но сначала необходимо установить контакт с ячейками сопротивления. Тут пригодится новая валюта – разведданные. Их мы получаем, изучая соответствующие сигналы на карте и расшифровывая устройства пришельцев. Чем регион дальше, тем дороже обойдется связь с ним. Чтобы сэкономить, не жалейте денег, точнее теперь это материалы, но суть та же, и утыкайте планету ретрансляторами. Транжирить разведданные не стоит, ведь именно их просят на черном рынке в обмен на модули для оружия и иные припасы. Ну а когда вы освоитесь, наладите контакты с революционерами, все окончательно вернется в привычное русло. Даже мозолищи глаза счетчик проекта Аватар – тот же уровень паники из предыдущей части, только в профиль. Впрочем, пускай вас не смущает относительно скромный список изменений, оторваться от XCOM 2 все равно чертовски сложно. Enemy Unknown уже прекрасно работала, и сейчас скучать тоже некогда. Пока сканируешь область, на корабле заканчивается исследование, а скоро, когда инженеры избавятся от завалов на нижних этажах, надо будет пристроить их куда-нибудь и готовиться к бою. Пожалуй, больше всего новшеств удастся наскрести на полях пошаговых сражений и в их окрестностях. Под нашим чутким руководством XCOMовцы все так же рассыпаются по уровню и совершают несколько действий, обычно одно-два, после чего настает черед противника. Но, скажем, теперь многие задания мы начинаем в режиме маскировки. Пока оккупанты не заметили незваных гостей, есть шанс занять выгодные позиции, перевести подопечных в режим наблюдения и устроить засаду. После подобных кадров сразу настраиваешься на бой не на жизнь, а на смерть. Жаль только и в этой части матерые стрелки нет-нет, да и промажут в упор, несмотря на 90-процентную вероятность попадания. Раздражает так, что словами не передать. Зато миссии тут интереснее, чем в XCOM 2012 года. Мы по-прежнему сопровождаем випов, спасаем гражданских и вообще докучаем злодеям, однако локации стали разнообразнее и красивее, а каждый тип операции обзавелся новыми условиями. Например, порой нам позволяют выбрать зону эвакуации, пригодится, когда нужно будет срочно вытащить раненого. Некоторые мирные жители оказываются безликими, огромными монстрами, которых лучше не подпускать близко. Это, кстати, не единственный новый противник. Вайпер, змееподобный мутант, держит солдата мертвой хваткой до тех пор, пока не убьет его или пока не получит в клыкастую морду. Один из самых любопытных видов чужих — кодекс. Голографическое нечто запускает вихри, выводящие из строя оружие, телепортируется и распадается на более хилых клонов. Тварь не очень опасная, но вместе с группой поддержки может наделать дел. Главный же недруг — таймер. Ни одно экспертное копье на форумах уже было сломано в обсуждении этого элемента. Дело в том, что в XCOM 2 в большинстве случаев авторы подгоняют нас, ограничивая число ходов. Если исчерпать лимит, задание будет провалено. Не слишком изобретательное геймдизайнерское решение, но все же, на мой взгляд, схватки стали яростнее. Недовольство тех, кто привык осторожно зачищать локации, понятно, однако далеко не всем нравилось неспешно наступать, заканчивая каждый ход в режиме Overwatch. Тем не менее, все так и действовали, потому что резона рисковать не было, разве что в дополнении Enemy Within добавили скоропортящиеся контейнеры с составом. Здесь же выбора нет. Приходится соображать и приспосабливаться к новым правилам. После операции потрепанные XCOM-овцы возвращаются домой. Там мы начинаем прокачивать их и видим узнаваемый набор классов. Штурмовик из оригинала все так же рвется вперед с дробовиком наперевес, но в сиквеле он еще и рубит космических гадов в ближнем бою. За старое взялись и гренадер, он же тяжелый пехотинец со снайпером. Первый палит из мощного оружия, второй снимает всех издалека и постреливает из пистолета. Боец поддержки на сей раз зовется специалистом, и у него появился гремлин, летающий робот, что лечит своих, калечит чужих и взламывает вражескую технику. Сканеры и прочие терминалы дают разные бонусы, а механических противников можно оглушить или на время перевести на свою сторону. Удобно, что дрон делает все это на расстоянии. Даже подходить к сослуживцу, чтобы поправить ему здоровье, не надо. Единственный новичок, ну почти новичок, Псионик. Теперь это не подкласс, а полноценный оперативник, который прокачивается в соответствующем отсеке. Кстати, в отличие от остальных, со временем он способен открыть все умения. Научится и лучи смерти пускать, и разум врагов подчинять, и другие фокусы показывать. Кастомизация в XCOM 2 цветет и пахнет. Подопечным разрешают изменить черты лица, подобрать камуфляж, аксессуары и фасон брони по вкусу. Для прагматичных игроков есть персональные боевые модули. Они дарят повстанцам полезные свойства, типа большей мобильности. Оружие тоже модернизируется. В основном улучшения остаются на уровнях в виде трофеев, которые надо вовремя поднять. Среди мусора есть и ценные обвесы, позволяющие, допустим, перезарядиться, не расходуя действия. Ладно, хватит ходить вокруг да около. Поговорим об оптимизации. Стартовала XCOM 2? Неважно. Причем она не кишит багами. Праздник испортила именно скверная производительность. На компьютере, который без труда переваривает третьего Ведьмака и Battlefield 4, XCOM 2 со скрипом выдает 30 кадров в секунду. Заявление разработчиков о том, что они в курсе проблемы, кажутся сущей издевкой. Неужели до релиза о ней не знали? Пинка достойна и позорная русская локализация. С уродливыми шрифтами в худших традициях пираток и текстами, нуждающимися в корректуре. Если перед просмотром видео вы уже взглянули на оценку XCOM 2 и заранее сделали выводы, уточню, игра не уступает оригиналу. Из нее не хочется вылезать до тех пор, пока инопланетный режим не рухнет. Она не то, чтобы далеко шагнула вперед, но те изменения, что есть, пришлись к месту. Хотите еще Enemy Unknown? Берите, не задумываясь. Тем же, кто только планирует ознакомиться с серией, советую начать с прошлой части. Она и дешевле, и снисходительнее к слабому железу. А шикарный аддон Enemy VWIN по-прежнему актуален. Субтитры создавал DimaTorzok